здесь родились все я тоже считаю себя не стариком младшее поколение то что после нас идут поколения да не ниже продвинутые к сожалению вот знание родного языка не стоит в приоритете сейчас больше на знание английского языка даже помню у нас пример был один аксакал очень уважаемый сейчас ходит сполна и он жаловался говорю что вот не могу своих внуков заставить изучать свой родной язык невестка говорит зачем не надо лишним голову забивать детям вот пускай знают английский это сейчас приоритете это будет более полезнее да но все равно я говорю на генном уровне на подсознание все равно молодежь стремится есть стремление изучать свой язык то что есть не исключает наша молодежь все возможность того что все-таки вернуться на нашу историческую родину там где предки где похоронены предки где есть родственники а здесь мы записываем какие-то эксперименту например ним если надо не так давно был юбилею программы дом 2 и наши утренние ведущие решили приколоться и нарисовали как будто здесь у них лобное место с ксюшей собчак и вот прям реально не поставили как будто они сидят рядом с ней и рассказывать о том кто из кем из наших ведущих заселяется в домик на это было очень смешно ну карина эти карина человек который может сделать все который может сделать из одного материала конфетку но обратного процесса никогда не бывает то есть карина у нас производитель телевизионных конфеток этот человек многостаночный это человек универсальный и что важно нашей работе ответственный порядочные и если сказала сделаю значит сделаю и значит можно быть спокойным абсолютно чем я этим летом хотела съездить на фестиваль качела в лос-анджелес но на худой конечно я родилась по километрах от тюмени в весецком районе в селе красного деревне практически вот это такая интересная деревня потому что там очень много живет двоедан это такая особая группа очень сильно верующих людей православных мы были практически единственная семья казахов в этой деревне поэтому как бы с казахом я честно сказать мало своей жизни обещал а а а а а а был бузын а районный центр осыншен де жиссиме а заппор В Казахстане каждый день в семьях 4-5 тысячи человек не было. В Казахстане было 500 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 Муж работал в это время здесь в Тюмени. Как раз у нас садик закрылось, и я была дома, но муж раз здесь работал, я приехала с детьми, чтобы его уговорить забрать домой, как бы говорится, а он наоборот уговорил меня. Мы остались здесь в Тюмени и начали здесь просто жить. Дети здесь пошли в садик, потом в школу. Я думаю, не надо будет нас на Курлтай, не надо взаять. Мы потом все равно уже проговаривали это с коллегами о том, что гастроли организовать. В принципе, Упоровский район, они уже готовы нас принять. Почему нет? Выехать именно по районам с постановкой. Только на ура. Отдельный проект, его не нужно будет в массовости, а потом иначе потеряется. Да, это же спектакль. Я думаю, он заслуживает, заслуживает внимания. Ну, конечно, у нас сейчас немножко есть проблема с казахским языком, но к нему тоже идем, потому что сейчас уже родители уже больше стали обращаться. Когда мы начинали казахский язык, если за каждым родителем мы ходили, сейчас есть звонки, они к нам обращаются, просят, чтобы детей обучали. Ну, конечно, не все, но есть. Студенты сейчас идут сами, хотят обучаться, заниматься. Вот недавно у нас прошел спектакль «Козыкорпиш Баянсу» 15 апреля, когда в Казахстане отмечают день «Козыкорпиш Баянсу». И вот там ставили молодежь сами. Знаете, у них вот акцент, вот этот акцент смотришь хорошо, потому что для них простительно, потому что они не знают, они стараются, но потом, когда разговаривала с родственниками, они говорят, знаете, чтобы понять вот эту фразу, они к бабушке подходили, к дедушке подходили, скажите, что это такое, чтобы можно было сердце пропустить. Продолжение следует...